Здравствуйте! Сегодня мы получили новую посылку с Алиэкспресс и давайте посмотрим, что же там внутри. Это вот такой вот мешочек, в котором обычно драгоценности дарят, да? Украшение, но нет, тут маленечко что-то другое. Для походов это у нас... Дам-дам-дам-дам-дам! Это горелка! Горелка, вот, мини, вот такая вот, в кулачок убирается, представляете? Меньше даже, чем зажигалка. Что это за горелка? Давайте покажу. Сегодня у нас видео будет посвящено всяким примочкам с газовыми баллонами. Горелка рассчитана на одного человека, чтобы буквально вот разогреть чайку попить. Вот она расположилась и навинчивается на стандартную баллону. Сегодня я вам покажу, какие у меня есть примочки. Что-то газ пошел сразу. И посмотрим, как она горит у нас, да? Здесь нет пьезы, да? То есть она зажигается от искры, от зажигалки. Вот, вот, маленькая. Прибавляем. Оооо, как турбина на самолете, а? Ну, в принципе, кружечку разогреть хватит. Горит она нормально. То есть тут вот система, которая должна экономить газ, нам, да? Делать хорошую смесь воздуха. И сразу же видно, то есть вот... Все, мы сейчас полетим. В принципе, вещь неплохая, с учетом, что она еще и стоит что-то там 250 рублей. То есть такой для одиночных походов, индивидуальная такая вот штучечка, чтобы разогреть что-то, все попить, чайку. Все резиновые прокладочки, все на месте. Вот. Даже если ее хватит там на год, надо вот 250 рублей, то есть она окупится. Но, если у вас котелок на большую компанию, то в бой вступает маленечко другая горелка. Так как эта горелка, она будет очень долго разогревать там 3 литра воды, а то и больше, да? И в этом плане вступает в бой вот такая уже горелочка с сумкой побольше. Она стоит тоже где-то рублей 500. Как она выглядит? Сейчас я покажу. Вообще, что у меня здесь за примочки? У меня есть вот такой вот переходник. Вот такой вот переходник. И вот такой. Что здесь есть? То есть это комплект вот от этой вот горелки. Сейчас я покажу, как она штатно выглядит. То есть она очень хорошо экономит газ. Как? То есть нету горения желтого пламени. То есть чисто все идет на газу. И есть вот такие вот раскрывашки, ножки, которые позволяют поставить уже что-то побольше. Даже больше этого котелка. Если у меня заканчиваются вот такие баллоны, то я могу перейти на вот такие. Причем на Кавказе что-то с этим проблема. В Пятигорске мы пытались купить где-то, найти вот такие. А самолеты нам нельзя было везти. И мы нашли только в турмагазине там где-то вот такие. То есть они одеваются, здесь завинчиваются, на резинку уходят. Стоимость тоже что-то рублей 150 этого переходника с металлической головкой. И соответственно вот он поставлен на такой баллон. Но такой баллон вы скажете неустойчивый, да? И будете правы. Соответственно у нас есть за 100 рублей вот такая вот штучечка. Сейчас я вам ее покажу. Сделана она из латуни. Тоже все куплено в Китае. Пришло нам летом. И мы уже ее опробовали. Что мы делаем? Мы вставляем ее вот сюда. И мы можем перекачать. И соответственно мы можем теперь перекачать этот баллон в пустой нижний баллон. При этом я не забываю сбрасывать в воздушную пробку. То есть я нажал. Газ пошел. То есть он как жидкость перетекает в пустой баллон. Есть баллоны такие вот, которые к сожалению... Прибавил так весь, кстати. Есть такие баллоны, которые плохо заправляются. Компания, не помню, Кольман, по-моему. У нас валяются они там. То есть мы их тут привезли с желанием перезаправить. Большие такие. Но вот была проблема. В Китае можно купить, кстати, со шлангом переходник. Который позволит вам сливать с больших транспортных красных баллонов газ. Единственный нюанс, если перезаправить такой баллон, например, на равнине, то есть вот здесь, а потом подняться в горы, то вот это вот донышко, оно так вот выгнется вот сюда, но не взорвется. Здесь стоит клапан сброса, который может сбросить лишнее давление. То есть даже если такой баллон накидали в костер, думали, а сейчас бабахнет, нет, не бабахнет, он открывает клапан и большой пламя просто выбрасывает газ наружу. Дальше. Не все это примочки еще, да. Кстати, эти клофоски перезаправлять нельзя, то есть не получается у них там это все. Здесь есть у меня в котелке еще стеклоткань. Она огнестойкая, ну как огнестойкая? Вот так вот она огнестойкая, то есть в нескольких местах уже прожженая, но 7 лет этой ткани, то есть когда разбирали теплотрассу, мы ее взяли с собой. Для чего она нужна? То есть когда мы поставили горелку, поставили там котелок, да, у нас с боков идет ветер и, соответственно, теряется тепло. Соответственно, мы накрываем котелок крышкой обязательно, в горах это повышает время приготовления, то есть быстрее готовится. Некоторые, вот она в притирку должна быть, еще кладут камень, чтобы пар не выходил. И накрываем вот так вот это стеклотканью, оставляем вот эту вот дырочку, чтобы сюда заходил кислород, да, чтобы горение было. Закрываем камнем, тук может прижать камнем. Температура там повышается, ветром не сносит пламя, экономится газ и, как результат, самое главное, конечно, экономится газ, быстрее готовится еда. При этом, то есть это не металлический лист какой-то, титановый, там, вольфрамовый, пофиг какой. То есть главное, что вот убрали и все, то есть без проблем. Вот, соответственно, два варианта, то есть этот я беру, когда надо готовить на несколько человек, а если у меня небольшой поход, я беру баллон, который даже меньше, чем этот, он у меня дома лежит в сумочке. И вот такую горелочку, я уже вторую беру, у меня была чуть-чуть побольше, я ее подарил. Вот, теперь будем тестить вот такую, в принципе, в ютубе отзывы на нее неплохие и, соответственно, вот, небольшие походы, такой вот, можно прям поставить на полу где-нибудь, в комнате, где хотите, и у вас будет горячий чай, там, супчик вы себе сварите. Так что, определяйтесь, берите, экипируйтесь, вот, и, соответственно, быстрее в поход, быстрее, как можно быстрее бегите, пока еще не наступила страшная зима лютая, да. Ну все, большое спасибо, ну там ставьте лайки, колокольчик, пока.